ребята всем огромный привет между дворами прохожу прохожу мимо старого дома ребята узнаете здесь раньше много блогов было снято здесь машина наша него стояла помните здесь мы жили родимка до сих пор вспоминает эту квартиру так нравится анджел с кириллом в одной комнате как мне нравилось наша квартира я говорю так там то тоже соседи все доволю покоя сейчас все равно соседи как-то шумно да и там бывает и сбоку и сверху но знаете не так как вот в этой квартире здесь просто музыку включали здесь соседи включали музыку очень шумно было понимаете сейчас-то у нас просто там разговаривают громко или там дети бывают там кричат сверху бывает там потопается немножко и все как бы более-менее нормально если они снимают нормально можно жить когда снимаешь до слышно это через микрофон я же на smr канале снимаю там через микрофон поэтому все слышно все а тут тут конечно тут невозможно было жить я сейчас немножко погуляла может быть я зайду в магазин я не знаю так то у нас все есть столько нет дома йогуртов творог правда есть может и не надо заходить ребята сегодня у нас кирилл приготовил кексик вот такой вот ванильный он тем показывали вам смесь покупали в пятерочке черничный был и ванильный в тот раз был черничный у нас кекс а сегодня ванильный очень вкусный что тот что другой еще шоколадный мне кажется бывают шоколадный он тоже очень вкусный сейчас мы будем пить чай все вместе всем приятного аппетита он конечно такой небольшой получается ведь у нас такая формочка есть очень классно можно еще конечно сахар этот посыпать пудрой сахарной пудрой мы решили сегодня так без сахарной пудрой всем приятного аппетита кто будет сейчас тоже кушать сегодня на юра еще вот такой вот салат приготовил но это как не салата больше рано маска на хлеб да это у нас тут свекла свеклу отварил терочке натер плюс чесночок нарезал и сметану с майонезом добавили на хлеб намазать очень вкусно получаться давно мы не грели спеклу не делали такую закуску сегодня решили сделать очень-очень вкусно получается ребятам сегодня мне пришел очередной заказ с любимого василька мы сейчас будем с вами открывать девчонки не переключайтесь наконец-то на васильке появились красивые интерьерные шторы для комнаты бархатные шторы потом black out шторы появились там такое разнообразие штор девчонки обязательно посмотрите на любой вкус и цвет разные размеры и я просто у меня голова закружилась когда я увидела все это и я заказала шторы и тюль видите как все приходит замечательно вот этот пакетик еще плюс один пакет тут все хорошо запечатано я заказала тюль здесь у нас тюль вуаль цвет белый размеры девочки разные есть я заказала это в вадимке комнату на данный момент у вас светло-серый тюль и там размер у нас мне кажется пять метров я заказала побольше чтобы можно было сделать сборочку да я постараюсь делать как вы мне пишете сборочку красивую это тоже мы заказали как бы изначально это для вадимки в комнату мы хотим проверить вот эти шторы это бархатные штора бархат свет свет светло-серый это выбрал вадим к такой цвет вот и мы проверим эти шторы сравним и те которые сейчас у него которые меньше пропускают свет да есть black out но нам именно хотелось бархатные потому что девочки бархатные шикарно смотрятся шторы очень богато красиво смотрится во первых они мне кажется вообще долговечные эти бархатные шторы вот в нашей комнате вот эти вот 100 квартиры мне кажется да 100 квартир а у кирилла тоже бархатные там вообще мне кажется лет шесть им тоже ничего не делается поэтому я заказала бархатные длина может быть до длинная если в вадимке комнату там длина будет немножко нам длинная мы будем убавлять но я сегодня развешиваю как есть покажу вам как есть а потом я уже дам шве чтоб она мне подшила потому что если мы оставляем это в вадимкиной комнате то там надо подшить побольше если бы в столовую до столовую будем развешивать я тоже говорил помните что столовую очень хочу шторы красивые темные то там надо меньше меньше обрезать там нет потолка на данный момент нет потолка поэтому там у меня конечно же штуры надо длиннее вот это бы вообще 250 подошло бы для для столовой вот размер 260 это вот как раз получается длина 2 метра 2 до ширина я несколько полотен заказала то можно по отдельности сколько вы хотите столько и заказать можно конечно же шире сразу например там вроде бы были другие шторы 3 на 260 но там уже не бархатные да есть там blackout ну мы что-то захотели бархатные девчонки посмотрите что еще было вместе со шторами я даже не знала то держатель для штор на магните чтоб красиво можно было вы посмотрите как здорово по цвету и вот эта полосочка по цвету эти шарики тоже по цвету да забыла показать видите с лента идет сразу лента здесь четыре веревочки надо бы сейчас буду затягивать ребята все мы развешались наши шторы все мы оставляем их у вадимки сегодня вадим проснется утром и скажет сильно солнце попадает или не сильно тему шторы старые перевесили уже в столовую и сейчас у нас вот тогда там кондиционер у нас такой желтый мы уже пробовали отмывать не отмывается в общем и хорошие я забыла еще знаете что сказать вам со шторами еще вот такие вот крючки есть вот такие вот современные у нас с колесиками старые были и вот такие вот и без колесиков на любую гордину сделала сборочку как вы говорили сколько могла если сильно затягивать то тогда тогда не хватит не хватит что можно было еще заказать одну в общем вот так вот здесь у нас девочки три скажу честно здесь у нас три шторины потому что именно бархатных не было вот этих вот широких сильно не было были только вот по два метра а у нас здесь три метра до 3 с небольшим может быть здесь вот этого длина три метра поэтому надо брать если 3 значит надо брать 6 что получилось 6 метров мы очень рады да что такие у нас красивые вадимка смотрит сказал вам очень красиво эти эти больше нравятся чем эти больше а чем эти больше нравятся красивая бархатная тебе тоже значит нравится но вот он говорит мамка такие же как у тебя как у меня почти такой же цвет чуть-чуть потемнее мне кажется нет ну да потемнее чуть-чуть и нет такой сборки как здесь мы здесь прям не старалась сегодня да немножко немножко не длинные сантиметра наверное два или три надо их подшивать но девочки хотел спросить у вас совета а сначала нужно постирать потом уже смотреть сколько подшивать давить потому что вдруг сбегутся я не знаю бархат вроде бы не сбегается ткань я думаю может сначала постирать а потом уже их отдать подшивать а друг они меньше станут в общем если они у нас остаются здесь надо уже померить сколько нам надо подшивать а если они поедут столовую там надо вообще практически может быть не надо даже будет подшивать а тюрьмы пока не не повесить вот сегодня мы развесили посмотрим как они разгладятся нет если они не разгладятся за ночь там я у меня отпариватель могу под отпаривателем подойти и разгладить шторы так я обычно их вот стираю и развешиваю не у меня как бы сами разглаживается очень красиво здесь нам не хватает зелени до зелени не хватает по ольму бы сюда поставить и какое-то красивое креслицей тоже почима пальма да вот мы думаем какую пальма ли метр-50 или метр-70 заказать и мир искусственную настоящая настоящая на и рассели на дорога девчонки напишите сколько настоящая пальма вот если метр пятьдесят покупать там�е вообще несколько несколько десятков на тысяч не данной искусственно а вот он стоит примерно пять тысяч 150 метров 5000 хорошего качества которую не отличить натуральная пальма я не знаю сколько в общем все мы оставляем так до завтра очень красиво мои хорошие здесь мы просто вот так временно сегодня уже вечер домой временно развешали надо стирать что эти надо стирать поэтому и нет сборки видите здесь нет сборки я завтра отправлю в стирку их это для столовой отправлю стирку и потом сделаю сборочку затяну их одену крючков побольше и сделаем красиво а сегодня пока здесь эти темнее шторы сам цвет темнее чем у водимки в комнате вот посмотрим мне здесь тоже надо чтобы не просвечивали шторы потому что у меня вот здесь видите съемки мне надо вообще чтобы света не было а те что растет вот они какие были понимаете да тоненькие просвечивают ну вот как полотенчики в это плате чеки кухонные даже вот руку мы видно вот видите эти просвечиваете все вида мне надо чтобы была темно там для и самар канала то чтобы темно было чтобы только подсветка горела и все эти тоже в стирку если что на дачу мамы спрошу может быть маме надо я не знаю я сейчас их постирание так-то нормально мы их не ну как бы они не старая ними не так давно их заказывали они видите прям хорошего состояния хочу постирать либо мамы маме если не надо значит на дачу мы увезем ребята всем привет сегодня я запланировала уборку в спальне так то по идее надо расслабление делать не знаю получится у меня сегодня или нет у меня в планах пока просто прибрать пыль убрать ну пыль убрать пропылесосить с полочек лишнее убрать расслабление не знаю может быть позже сделаю здесь кровать сильно не заправляла потому что надо все снимать в стирку надо здесь юра тоже как встал тапочки оставил шорты оставил скрывать и встал все здесь оставляет уходит приходит сюда в тапочках уходит всегда отсюда пасеком такая привычка у него здесь у меня бардак это заказ пришел я просто думала надо стоять не оставить вы решил оставить там одежда кое-какая была выбирали ки и надо все пакетики можно выбросить пыль да у нас собирается у нас кошечка так у нас еще еще шерсть везде каждый день хоть пылесосе хоть не пылесосе равно шерсть копится у него на длина шерстная у нас вроде бы не линяет но все равно копится вот эти вот бумажки все этикетки надо выбросить из этого выбросить так зеркало здесь надо то помыть я сегодня надела свой этот костюмчик настроение просеку для уборки как раз подходит кепку надела мне голова грязная я сейчас хочу уборкой заняться до а потом уже пойду принимать дождь и по мою голову сейчас пока все равно пыль будет лететь у меня новая помощница так я буду пыль везде убирать сверху там тоже сверху туда убрать тут надо тоже хочу пыль убрать в углах аль быть здоров посмотреть и есть нет в углах и вот это вот изголовье я его частенько стираю но вот с юрины стороны еще больше грязи потому что он все время головой лежит на изголовье вообще менять надо по идее кровать на ходе кровать вот это изголовье мне кажется даже чистящее средство которое я наношу сюда они уже особо не отстирывать ну все если поставлю штатив и будет в ускоренном виде музыку добавлю просто сегодня решила поснимать уборку для вас может быть организацию может даже расслабление будет просто как бы для мотивации до девчонки снимает уборку для мотивации я решила тоже поснимать там не знаю может быть может быть шторы отправлю стирку посмотрим как как пойдет балкон открыт у нас включили наконец-то отопление да все батареи горячие естественно мы открываем сразу окна двери и балкон у нас сразу жара но сразу 28 градусов как только отопление включает на 28 невыносимо на улице еще сегодня три градуса плюс три батареи уже включена это все надо прибраться может быть отсюда что-то убрать лишнее у меня в пакете этот стоит пакетик полный там у меня пробники поэтому они у меня тоже здесь когда надо какой-то пробник вытащу попользуюсь обратно положу пробники духов надо начинать начинать у меня помощница уборки очень удобно вообще раздвигается посмотрите как раз она подойдет у кого высокие потолки что если достаете до раздвинули и протираете пыль вверху наверху кондиционер можно так протереть на шкафу она гнется вот это вот я ее согнула сейчас я решила сначала почистить голове пусть пока согнет а потом уже этой стороны пеночиститель в стирку все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока занимаюсь уборкой, пойду замочу кисти для макияжа. Я добавляю мицеллярную воду и простую воду размешиваю, замочу, потом их мою, щёточку специально ополаскиваю и сушу. Сегодня не делаю макияж, сегодня у меня уборка целая лень. Для таких целей у меня самая дешёвая мицеллярка из FixPrice, вот видите, уже мутная водичка стала, всё, чуть-чуть воды добавила и мицеллярку. Я буду тихо. Эта сторона готова. Сейчас уберу и начну здесь. Для парфюма у меня вот такая вот стойка. Это из оргстекла протираю вот этими салфетками, которые для мониторов, для экранов и для заправок тоже не подходят. Стол можно стигналными отложениями протирать. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Мой бьюти уголок готов. Я здесь навела уборку. Для меня это было самое главное сегодня. Протереть полочки, сумки, косметику вот эту вот, которая стоит на полочках, да. И стол надо было протереть. Стеллаж. Всё, сейчас я буду пылесосить, пол мыть. Ну и жду, когда здесь у меня досохнет ещё раз. На раз, наверное, надо пены их будет почистить. То есть полезно там, наверное, уже мыть. Но самое главное вот здесь вот я сегодня прибрала. Мне очень нравится мой уголок, да, со временем когда-нибудь я поменяю этот туалет и столик на просто стол. И сейчас зеркала продаются такие, которые на кнопочку нажимаешь, они не с подсветкой. Но здесь эти лампочки у меня очень яркие и очень хорошо светят. И я макияж делаю, всё вижу прекрасно. Если будет другое зеркало, вот видите, так вот это вот открутилось пока мыло. И просто обожаю эти лампочки. Я всё-всё вижу здесь. У меня зрение плохое, а с этими лампочками всё прекрасно видно. Весь, всё, что я делаю. Если я поменяю на современное зеркало, там ничего не видно будет. Зеркало, да, конечно, можно с подсветкой. У меня вот это вот было с подсветкой, сгорело. Но этому зеркалу 10 лет примерно. Если я найду такое зеркало, на высокой мне надо ножки, чтобы была высокая ножка, но уже вообще такое старое, всё уже поцарапанное. На высокой ножке мне надо с подсветкой. Если я найду с хорошей сильной подсветкой, то тогда, да, можно будет заменить. А так мне прям спасают. Тут стекло уже всё не отмывается, какой-то раствор попал. Что-то какая-то жидкость, всё тоже надо менять со временем. Но уж когда ремонт сделаю, тогда буду здесь всё менять. Так, всё. Всё, я очень счастлива. Часть уборки я провела в этой комнате. Всё, сейчас дальше буду прибирать. Практически уборку закончила. Вспаление. Помыла, пропылесосила, помыла. Подоконники там тоже помыла. Сейчас жду, жду, когда высохнет. Ещё раз надо будет пропылесосить. Я пока уборкой занимаюсь, сразу уже работаю. Там место освобождаю. Видео надо загрузить новое. Сейчас я буду мыть зеркало. Вот это зеркало надо помыть. Так, всё, зеркало тоже помыла здесь. Внизу тоже здесь вот салфетками протёрла. Пыль собирается внизу. В шкафу будем пробираться в следующий раз. Сразу и расслабление сделаю. Сегодня пока просто в комнате прибираю. Вот это зеркало ещё помыть. Кисточки у меня высохли. Всё на место ставлю. У нас такая жара, чтобы кисточки быстро сохнут. Это покупала в этом. Панапе решила сюда поставить. Чтобы вечером подключать свет. Так, всё, мои дорогие. У меня тут высохло. Естественно, конечно, нет стиралось. Но всё равно меньше грязи стало. Почище, пыли нет. Тут надо либо менять вообще вот это изголовье. Либо, может быть, я не знаю, перетяжку делают. Нет мебели именно изголовья. Видите, тут же ещё у меня там кристаллики надо, чтобы снять эти кристаллики и снова их поставить на место. Ну, надо узнавать будет. Я, кстати, насчёт этого посмотрю. Кто-то вот, если будет объявление перетяжка мебели, я спрошу, могут ли они вот это вот поменять. Кровать-то она нормальная. Её подкрутишь, и она целая. Ну, бывает, она иногда у нас скрипит. Юра подкрутит, подкрутит, и всё, опять перестанет скрипеть. И мне нравится, у нас же подъёмный механизм там столько всего входит. Сегодня застелила, видите, это у меня покрывало с василька. Там же наволочки были. Временно постелила такое покрывало. Сейчас как раз ставлю на этих подушках мы спим. А это для декорации. Ставить буду сейчас. Красивое очень покрывало. Очень красивое. А взяла другой телефон, чтобы вот так отдалить. показать вам, как смотрится. Как заходишь вот так. Уютненько, так красиво. Конечно, это постельная прям вообще по-другому сразу. Вид другой. Всё. Здесь я уборку везде навела. На это пока всё. Рассламление, может быть, я позже буду делать. Может быть, расламление позже буду делать. И обязательно поснимаю. Очень нравится. Белая, кстати, да, по-другому смотрится. Ну вот сейчас закрыла подушками изголовье. И ничего не видно. Всё нормально. Нравится. Очень нравится. Я вот прям захожу и радуюсь. Я так всегда хотела, чтобы у меня тут туалет и столик был с этими, с полочками. Только бы ещё бы отдельно по комнату, да. Для спальни отдельно и для бьюти отдельно. Чтобы съёмки бьюти в одной комнате было. А то у меня там девчонки тоже пишут. У тебя везде уже съёмки по всей квартире. Ну да. Что делать-то? Сейчас в столовой. Больше снимаю здесь и в столовой. Ребята, пришёл заказ Фаберлик. Хочу показать вам. Быстро покажу вам, что здесь у меня. Тут кое-что новенькое у меня. Заказала полотенце. Мне кажется, я ни разу не заказывала. И вот такие цвет написан. Я думала, ну как серый. Кажется, что серый. Написано цвет жемчужный. Полотенце для лица жемчужное. Вот так написано. 100% хлопок. Это вот 50 на 70. Сделано в Турции, указано. А здесь размеры. Так, размеры, размеры 70 на 140. Я не знаю. Или себе, либо на подарки пойдут. Полотенце, я считаю, тоже очень даже приятно подарить. Цвет такой красивый, мне кажется. Всем подойдёт. Так, дальше. Вот тут из нового колготки увидела. Очень красивый рисунок. Не знаю. Особо не ношу такие. Ну, решила просто заказать. Может быть, не знаю. Новый год будет. Новогодняя ночь. Может быть, надену там с платьем. Посмотрим. 20 ден. Так, дальше каталог. Надо полистать на втором канале. Здесь у меня часть для уборки. Вот такая штучка. Это у меня на подарок. И ещё одну оставили. Ну, так получилось, что две заказала я. Хотя, как бы, я одну планировала. Ну, две. Видно, два раза нажала. Получилось две штуки. И я хочу вторую. Это у нас набор для уборки пыли. Вторую штучку подарить родственникам. Тоже классная очень штука. Классный набор. Здесь вот акция была. Женские штучки две. Заказывайте. Третья за рубль. Получается, в подарок. Третья за рубль. Мне очень нравятся такие жидневки. Очень нравятся. Самая лучшая, мне кажется, у Фиберлики жидневки. Вот как раз акция так я заказала. А дальше здесь у нас салфетки разные для уборки. Это у нас влажные салфетки для кожаных изделий. Много раз вам говорила, что это самое лучшее. Вот именно протирать сумочки, например, обувь, кожаную мебель. Никаких разводов. Ничего не оставляют. Прямо смело. Можете даже дорогие сумки протирать вот этими салфетками. Уже проверено. Дальше это у нас для уборки салфетки-чистящие для экранов и мониторов. Дети ими пользуются. Ну, нутбук протереть. Дальше здесь у нас влажные салфетки-чистящие универсальные тоже. Дети больше пользуются. Я тряпочками, а дети салфетками. Им удобнее, удобнее. Это у нас влажные салфетки для удаления пятен. Я когда-то заказывала. Тоже как бы хорошо удалять. Но надо свежие пятна. Например, на диван капнули, убрать. На одежду себе капнули кофе или сок. Что-то быстренько убрать. Пока свежие, эти салфетки действуют. Убирают все загрязнения. Но если только-только вот капнули. Губка ластик для уборки. Эти ластики всем нравятся. Тоже заказываем частенько. Здесь это тоже каждый раз заказываю. Таблетки для посудомоечной машины. Ну, нормально. Я бы не скажу прям вообще вау, хорошо очищает. Ну, нормально. Поэтому заказываем. Так, это у нас отбеливающая концентрированная зубная паста. Вот там. Ну, там она точно хорошая. И еще, видите, вот это ополаскиватель для полости рта тоже заказали. Мне кажется, тоже как бы. Ну, его немножко надо. Немного надо. Стаканчик сразу. Дальше. Вот это впервые заказали. Здесь у нас дезодирант мужской и женский. Так, спрей антиперспирант кул контроль. Вот написано мужской. 48. Да, мужской. 48 часов. Очень хорошие отзывы. Я заказала вот 2 и 1. Ну, этот, мне кажется, вообще для всех. Ну, больше это для женщин, наверное. Тут вот прям конкретно мужской. Сын будет пользоваться старше. И Юра. Это тоже 48 часов. Дарит ощущение свежести и комфорта. Защищает от пота и запаха в течение 48 часов. Много-много отзывов хороших. Это вот у меня частичное средство закончилось. Мыть посуду. Мы иногда не только посуду моем. Сами тоже моем. Гель ультраконцентрат для мытья посуды тоже чуть-чуть его надо. Так, это у нас. Сейчас скажу вот тут. Так, это у нас лимон и мята. И еще вот такой вот. Содоэффект. Тоже концентрированный. И лак для волос заказала. В тот раз я заказывала. Здесь была оранжевая надпись. Какой-то красный, светло-красный или оранжевая. А сейчас другую. Это с сильной фиксацией. А там вроде бы подвижная. Подвижная укладка. Как-то так написано было. Здесь для сильной. Мне нравится. Нормально. Нормально. Хорошо. Тут нету циферок. Четверка или пятерка. Нравится. Держится. Ну, хорошо. Все. У меня там еще кофточка заказана. Если получится, то я на себе покажу. Там джемперочек такой черный. к штанам заказала. У меня штаны есть. Такие более-менее осенние. А кофты не было. Так я заказала. Такой небольшой заказик. Ребята, у нас сегодня идет первый снег. И Вадимка говорит, мама, иди поснимай первый снег. Видите? Ну, он, конечно, зарастает. Но все равно у нас уже крыши все в снегу. Машина завалила снегом. Видите, идет. Вадимка сегодня ждет. Он несколько дней назад видел, что погода изменится. Снег пойдет. А он ждал снег. Очень сильно любит снег. Вообще и дождь и снег. В общем, у нас все в кучу. Зима пришла. Да, да. Зима пришла. Так вот. Мы радуемся первому снегу. Я вообще не хочу, чтобы было холодно, чтобы был снег. Хочу, чтобы дольше было тепло. Что делать? Всего не видно. Снег на улице. Снег. Снег. Ребята, ну и погода, конечно, у нас вообще. Посмотрите. Снег. Гололед. Видите? Так страшно ходить. Мы сейчас поехали. Дома не сидится. Поехали в магазин за продуктами немножко взять. Видите? Машина вся в снегу. За Юру держусь иду. Потому что боюсь упасть. Сегодня немножко, чуть-чуть начало таять. Кошмар какой-то. Видите? Посмотрите, что у нас творится. Там вообще. Машина вся в снегу. Сейчас пятерочку заезжали на кассе. Девочка такая хорошая. В маске. Правильно. У нас все болеют. У нас этот закрывает всех на этот. На карантин закрывает. Не учатся половины. Половина города. Девочка такая хорошая. Начала говорить. Сказала. Спасибо за покупку. Приятного вечера. Знаете, как приятно. Покупали там вкусняшки. Сегодня фрукты уже купили. Покупали. Полный пакет привезли. А сейчас сладкое они купили за сладким ездили. Ребята, я забыла еще вам рассказать. У меня тут, когда было тепло. Кирилл с подружкой, они ездили в Екатеринбург. Одни вдвоем ездили. Гуляли по Екатеринбургу. Были в здании Высоцкого. Я точно помню, он рассказывал. Там вот этот лифт большой катались. Вот сверху смотрели на Екатеринбург. Потом они пошли в торговый центр покушать. И у него подружка ходила в магазин. И он тоже сходил в магазин. Вот в такой магазин ходил Коллинз. Так вроде бы правильно читается. Да, Коллинз. Купил вот такую вот себе футболочку. Он в ней уже ходит. Вот так сзади выглядит. Хлопковая. И Вадимки он покупал вот в таком магазине. Какой-то семейный магазин. Такой вот магазин. Семейный магазин. Он купил ему вот такую вот игрушку. Это как на подставочке. Сувенирная игрушка. Еще он кружку покупал ему. Такую красивую. Кружку он сейчас из нее пьет. Вот. Себе купил. И Вадимке покупал. Все. В общем. Один самостоятельно. Он давно хотел съездить. Погулять там по Екатеринбургу. На электричке уехали. И все пешком там гуляли. Так что вот это мне иногда пишут, что мне там надо погулять. Вот. Сын специально ездил, чтобы погулять там. Просто погуляли, прогулялись. У них там немного фотографий есть. Мне кажется солнце яркое было. Что-то у них там не получалось. Ну, сфотографироваться нормально. Так пару фотографий они сделали. Ветер был сильный. Хотели вот на здании Высоцкого сделать фотографии. Я не помню. Он что-то показывал. Говорит. Ну, сильный ветер был. Все волосы в разные стороны. Не очень фотографии получились. Но все равно. Впечатления, конечно. У него очень такие хорошие. Сам съездил, погулял один. Сам, значит, билеты купили. Но они по интернету купили билеты на электричку. И обратно. Так что. Молодцы. Самостоятельные. Я говорю, давай присматривайся. Присматривайся к Катеринбургу. Вдруг понравится. У меня, конечно, мечта большой город уехать. Естественно. Ну, пока Вадимка учится, точно никуда не выедем. Немного века. Можется. Дело века. У меня здесь. Впереди. Продолжение следует...